Замерзло, намело, а сегодня растаяло. Сургутяне накануне и в среду преодолевают последствия сильной метели и последовавшей оттепели. Во вторник выпала треть месячной нормы осадков, однако уже ночью снег начал таять. Процесс ускорился утром, когда потеплело местами до плюс трех. Образовавшийся гололед, по данным на полдень, не привел к ажиотажу в травматологическом центре Сургута. А за дежурные сутки с 14 по 15 ноября с повреждениями от последствий падений на скользких тротуарах, улицах, ступенях и прочих поверхностях, к врачам за помощью обратились 26 человек. Из 19 взрослых госпитализация потребовалась двоим. Из семи поступивших детей шесть будут лечиться амбулаторно. Чаще всего травмируются. При скелетной травме это лучезапясные суставы и лучевые кости. При подскальзывании подворачивается стопа и двух-трехлодыжечные переломы. Это очень тяжелая тоже травма. И сотрясение головного мозга, ушибы головного мозга при падении на обзничь. Кроме того, может быть повреждение позвоночника при падении. Синоптики прогнозируют, что пришедший теплый фронт в Югре пробудет до обеда пятницы, после чего уступит место Северному потоку. Нынешние плюсовые значения, вероятно, последние в текущем году. Фронтальная зона уйдет на юг. В Сургуте с 18 ноября столбики термометров в светлое время суток будут находиться в диапазоне от 10 до 15 градусов со значением минус, вплоть до 20 числа. Обильных осадков по прогнозам не ожидается. А декабрь, по предварительным данным специалистов, окажется снежным и по-зимнему холодным. Отмечается, что теплый ноябрь не редкость для Сургута, а плюс 3 градуса 15 ноября в последний раз фиксировали 19 лет назад, а также в 1977 году. Это бывает очень часто в этих широтах. На высоте средней тропосферы существует так называемая высотно-фронтальная зона, по которой прямо с Атлантики к нам поступает теплый и влажный воздух. Вместе с ним перемещаются циклоны, там тоже со сладского минимума, там они образуются и поступают. И поэтому много осадков, тепло и пока не холодает. Но начиная с 17-го числа у нас пойдет перестройка и высотного поля, и приземного. И вот этот вот поток с Атлантики, он перекроется и будет больше у нас с севера потоки.